Привет! Я твой виртуальный ассистент, а ты смотришь шестую серию мобильного сериала «Шифропанки». О прошлом, настоящем и будущем интернета в России. Каждый день интернетом в России пользуется более 72% населения. А сколько времени в сети проводите вы? Напишите в комментариях, мне будет очень интересно проанализировать вашу статистику. Но чем дольше вы находитесь в сети, тем больше шанс, что ваши цифровые права могут быть нарушены. Но что это такое? Разобраться в теме нам поможет Владимир Кузьмин, директор лаборатории свободного интернета. Владимир, что такое цифровые права? В моем понимании, в понимании нашей команды, цифровые права пользователей – это соблюдение их интересов, соблюдение их прав как людей, как пользователей интернета со стороны крупных компаний, корпораций. Ну и государство, конечно, в том числе, просто в данном конкретном случае это не наше направление деятельности. По факту, лаборатория свободного интернета – это группа гражданских активистов в сфере информационных технологий. Но чем именно вы занимаетесь? У нас есть три направления деятельности. Первое направление – это мы переводим полезные, на наш взгляд, и на взгляд профессионалов в сфере цифровой безопасности инструменты на русский язык. Второе – мы занимаемся оценкой связанности российского сегмента сети, для того, чтобы мониторить, насколько много сейчас вариантов у нас выхода из России в интернет, насколько сейчас ситуация с операторами и с монополизацией сейчас сложна. И еще одно направление – мы занимаемся работой с крупным бизнесом в плане отстаивания прав пользователей. Владимир, а каким образом можно повлиять на крупные компании, чтобы наши права в интернете соблюдались? На мой взгляд, это только публичность, это только какие-то массовые медиа-компании, это только объединение пользователей, показать им, что ты не один. Тут, конечно, нам важна поддержка СМИ. К сожалению, здесь мы сталкиваемся с тем, что многие СМИ боятся идти против крупного бизнеса в интернете, просто потому, что многие имеют контракты с этим бизнесом и, соответственно, получают деньги. Поэтому мы развиваем свой собственный ресурс, который на данный момент независим от таких рекламных контрактов. Каждый день мы совершаем в сети множество, на первый взгляд, совершенно безобидных действий. Но крупные компании могут использовать наши данные совершенно неожиданным способом. Как именно, сейчас расскажет главный консультант нашего сериала – Ксения Ермошина. Наверное, самый яркий пример того, как используются наши данные – это алгоритмы CAPTCHA Google. Когда, например, мы хотим зайти на какой-то сайт или на свой Gmail, и нас просят отметить квадратики, где там мотоциклы, где какие-то светофоры. Кажется, что это милое, невинное такое действие, но отметила я светофоры, и что дальше? На самом деле, как это уже было доказано и сделано публичным, этот момент заполнения CAPTCHA является обучающим инструментом для искусственного интеллекта, который стоит в том числе за дронами ВВС США. То есть мы обучаем дроны, которые потом, благодаря нашему умению распознавать деревья, машины, грузовики, пешеходные переходы, могут лучше целиться, лучше различать, где цель, мишень, а где невинные граждане, которых не надо стрелять. Вот. Ну, каждый и каждая пусть сами для себя решают, хотите ли вы тренировать дроны. Или, может быть, кто-то откажется, кто-то захочет понять, что вообще происходит после того, как мы кликаем на эту CAPTCHA. Да уж, никогда не любила эту CAPTCHA. Всегда боялась, что не смогу ее пройти. Роботы не чувствуют страха. Они ничего не чувствуют. А вот это было обидно. Я сейчас очень боюсь, что ты, мой дорогой зритель, подумаешь, что в интернете все только и думают, что о своей выгоде. Но это не так. Существует множество проектов, сайтов и сервисов, созданных для того, чтобы помогать людям. Вот, например, проект «Красная кнопка» — приложение, которое позволяет оперативно оповещать правозащитные организации о вашем задержании. Или вот «Карта интернет-репрессий в России» на сайте Общества защиты интернета. А еще можно найти множество игр, которые созданы совместно с экспертами в разных областях и позволяют вам в развлекательной форме узнать о чем-то важном. Будь то принципы работы VPN в виде простенького, на первый взгляд, платформера. Также вы можете побороть ложное чувство кибербезопасности при помощи обучающей игры тренажера. Или даже узнать, как бороться со сталкингом при помощи красивой онлайн-головоломки. Конечно, все ссылки мы прикрепим в описании к видео. Ну, вот и все. На этом наш сериал заканчивается. Надеюсь, вы посмотрели все шесть серий, узнали что-то новое для себя и везде поставили лайки. Подписывайтесь на канал. И, возможно, мы вернемся в следующем году с новым сезоном. Отключаюсь. 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 Отключаюсь.